Здравствуйте! Всех приветствуем на своем канале, всех приветствуем в нашей школе будущего. И в этом видеоматериале я хочу поговорить о пророческой миссии Иисуса. Уже неоднократно говорила о том, что Иисус является пророком, но мне бы в этом видеоматериале хотелось донести вот такую мысль. Мне бы хотелось, чтобы представители других конфессий, они тоже серьезнее относились к Иисусу. Понятно, что христиане изучают тексты Евангелия, изучают заповеди, не всегда понимая то, что это те заповеди, которые были даны пророку Моисею непосредственно Богом Творцом. И просто Иисус преподнес их в несколько другой интерпретации. И мне бы хотелось, чтобы иудеи тоже начали читать тексты Евангелия, и мусульмане начали читать тексты Евангелия, поскольку все должны понимать, что Иисус является миссией, и его знания, которые он принес в этот мир, они необходимы нам. И поэтому, конечно, в первую очередь мы должны ценить его как пророка, как проповедника. И я сегодня зачитаю те цитаты, которые связаны с его именно пророческой деятельностью. Начну я с цитат, которые у нас даны на страницах Евангелия, Деяния святых апостолов, глава 7, стих 38, слова Стефана. «Это тот Моисей, который сказался нам Израилевым, пророка воздвигнет Господь Бог ваш, из братьев ваших, как меня его слушайте». То есть евангелисты понимали, что тот пророк, который появится, то его нужно обязательно слушать. Деяния святых апостолов, глава 3, стих 22. «Моисей сказал Отцам, Господь Бог ваш, воздвигнет вам из братьев ваших, пророкок, как меня слушайте его во всем, что он не будет говорить вам. И будешь, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». И все пророки Отцамуила и после него, сколько их ни говорили, также предвозвестили Днисии. Самая важная строчка. «И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа». Ну, вы же не хотите истребиться из народа, чтобы вашу душу истребили из-за того, что вы не слушали пророка Иисуса. Я думаю, что нужно начать слушать его слова, изучать заповеди и исполнять их. Так, теперь я зачитаю вот это пророчество об Иисусе, как о пророке, которое дано у нас на страницах Ветхого Завета. Это второзаконие, глава 18, стих 15, 18, 19. «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня воздвигнет тебе Господь, Бог твой». Это говорит Моисей. «Я воздвигну им пророка из среды братьев, их такого, как ты, и вложу слова моего стаеву, и он будет говорить им все, что я повелел ему». «А кто не послушает слов моих, которые пророк тот будет говорить моим именем, с тобой я взыщу». Ну, понятно, как взыщется, да? Будет душа истреблена из народа, поскольку евангелисты об этом и говорят. То, что этот пророк будет говорить именем Бога, то есть Бога-творца, это подтверждает многие цитаты. Глава 14, благовествование Иоанна, стих 10. «Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, он творит дела. Не любящий меня, не соблюдает слов моих, слово же, которое вы слышите, не есть мое, но пославшего меня отца». 24 стиха 31. «Я люблю отца, и как заповедал меня отец, так и творю». Ну, те, кто еще не знает об учении Иисуса, мне бы хотелось, чтобы посмотрели видеоматериалы. И я хочу сейчас зачитать еще аяты Корана, которые говорят об Иисусе. И первая сура у нас 19, аят 30. «Он сказал, «Воистину я раб Господа, он даровал мне Писание и сделал меня пророком». То есть Коран подтверждает, что Иисус является пророком. Так, я зачитаю, конечно, выборчные аяты, аятов много. Но я отдельно сделаю видеоролик. Так, 50-й аят Суры Имран. «Я пришел, чтобы подтвердить истинность того, что было в Таурате, то есть в Торе до меня, и чтобы разрешить вам часть того, что было вам запрещено». Здесь важность этого аята, основная суть, что он пришел подтвердить истинность того, что было написано на страницах Ветхого Завета. Теперь следующая Сура Маида, 110-й аят. «О Иса, сын Марья, я научил тебя Писанию, мудрости, Таурату Торе и Инжилу Евангелии». То есть, естественно, Евангелие было написано не собственно от лица Иисуса, а то, что ему сказал сам Бог. то, что Иисус является Мессией, Коран подтверждает. Это у нас Сура на женщины, аят 159-й, Мессия Иса, сын Марья, посланник Творца, является посланником Творца, Его Словом, которое Он послал, и Духом от Него. И еще одна Сура, это Сура Трапеза, 72-й аят. «Мессия сказал, о сыне Израиля, поклонитесь Господу моему и Господу вашему». Здесь тоже речь идет о том, что Иисус является Мессией. Значит, то, что Иисе были дарованы ясные знамения, то есть, он обладал уникальными способностями, говорит Сура Бакара, аят 253-й, «мы даровали Иисусу, сыну Марья, Марии ясные знамения и поддержали Его Святым Духом Джибриле». Ну, вот благодаря тому, что он был поддержан Святым Духом, он мог не только проповедовать и благовестовать, он еще и мог творить чудеса. Поэтому, дорогие мусульмане, вы также должны обратиться к текстам Евангелия и начать читать. И, естественно, должны читать источник, который был написан первым, то есть Ветхий Завет или Тору. Так, я сейчас зачитаю еще два аята. Это аят 3-й, «Сура Имран, он не спасал тебе Писание с истиной, подтверждение того, что было до него, он не спасал Тора Тору и Нжилу Евангелия». И очень интересный аят, «Сура Трапеза», 43-й аят, у них есть Тора Тора, содержащий закон, даже после этого они отворачиваются. То есть, вот тот закон, который дан на страницах Ветхого Завета и который в дальнейшем проповедовал Иисус, мусульмане должны изучать. Но, тем не менее, никто не открывает этих книг и все ограничиваются просто чтением Корана. Даже не с пониманием сути аятов, просто зазубривают тексты. Мне бы хотелось, чтобы вы все-таки стали мудрее и начали изучать заповеди, начали их исполнять. Ну, собственно, вот на этом все. Всего вам доброго. Субтитры создавал DimaTorzok